Самая массивная планета Юпитер в диаметре большей Земли в 11 раз. Самая яркая звезда отнюдь не Солнце, а Сириус. Его сияние превосходит сияние нашего главного светила в 20 раз. В небе 88 созвездий, но только часть из них можно увидеть на северном полушарии, а остальные только к югу от экватора. Конечно, все это можно при желании изучить в интернете, но теперь постигать тайны Вселенной старшеклассники будут и в школе. Уроки астрономии вернулись в образовательную программу спустя 20 лет. Школа номер 68 у 11-го, а первый урок астрономии. С наукой о небесных телах ученики едва знакомы. Пока новые учебники, чтобы грызть гранит космических наук, уже есть. Но что важнее, есть опытный наставник Сергей Затонский, учитель физики первой категории. Преподавал и астрономию, пока ее не исключили из списка обязательных предметов. Но педагог сумел сохранить ее, пусть и в качестве факультатива. Хорошо, а яркие звезды? Вот здесь полярные звезды. Вы знаете, к ярким она не относится. Ее особенность этой звезды в том, что она единственная из всех остается на месте за суточное движение. Я жду от этого курса помощь в развитии моих общих знаний. И в принципе, чтобы понять, что нас окружает. Я очень люблю научную фантастику, люблю фильмы про космос и все, что с этим связано. Но не всегда в этих фильмах показывают правду. То есть там больше опираются на спецэффекты. И все-таки хочется знать, как это на самом деле происходит. О том, что Министерство образования возвращает астрономию в школьную программу, стало известно летом. Времени на подготовку кадров, закупку литературы и специального оборудования фактически не было. За месяц обсерваторию не построишь. Но этого пока не требуется. Сильно продвинулось компьютерное обеспечение. То есть у меня нет бумажного плаката звездного неба. Но я всегда могу его получить из сети интернета. Это во-первых. Во-вторых, оборудование... И все-таки не сказать, что у него нет никакого. Телескоп для наблюдения у нас есть. Глобус Луны у нас есть. Нет модели Солнечной системы, но мы ее уже нашли, где приобрести. Выписали, в школе она будет. Необходимо порядка полумиллиона рублей на учебники и порядка миллиона рублей на учебные оборудования. Это такой первоначальный, так скажем, взнос для того, чтобы обеспечить первоначальные условия для преподавания этого предмета. Усиленно изучать звездное небо и лунные циклы липецкие школьники начнут во втором полугодии. Сейчас 60 педагогов проходит повышение квалификации. В большинстве случаев астрономию будут вести учителя физики и географии. Курс в 35 учебных часов пройдут порядка тысячи старшеклассников. Возможно, для кого-то из них это станет началом большого пути в науке. И уж точно, как минимум, расширит границы мировоззрения. Солнце, как на ладони, такое нечасто увидишь. Поймали? Ого! Появилась? Да! Ну что, первая оценка до 5 баллов по астрономии. Кто еще попробует? Пожалуйста. Катерина Мелехова, Валерий Фаустов, Липецкое время.